Всем привет! Это четвертый день нашего видеодневника и сегодня вместе с вами мы снова отправляемся смотреть за ходом турнира Кубок Газпромнефти. Команды Авангарда Игра уже успели разменяться шайбами, счет 1-1 и в этом матче никто не хочет уступать. Сегодня команде Динамо Минск достался очень серьезный и зубастый соперник, команда ЦСКА, которая является обладателями Кубка Газпромнефти прошлого года и в принципе на этом турнире они идут очень уверенно. Сергей, как известно в хоккей играют до последней минуты, надеемся команда не теряет оптимизма. Подскажите, какого компонента не хватает, чтобы сломить ход игры и распечатать на конец ворота голкипера ЦСКА? Ну соперник в первую очередь, наверное, выглядит помощнее, да, то есть видно и антропометрические данные, то есть отличаются, вот, ну и, скажем так, более быстрый, поэтому нам приходится непросто. Я думаю, что чуть-чуть надо больше как бы доставлять шайбу к воротам, ситуации немного, но они есть, я думаю, что все-таки удастся нам забить несколько шайб в третьем периоде. Команде Динамо Минск удалось сломать ход игры и распечатать ворота московских армейцев. Счет на табло 7-1 и радует, что даже при таком счете команда не теряет оптимизм и рвется в бой. Мы находимся на матче 1-8 финала Кубка «Газпромнефти», в котором встречаются команды из Челябинска и Омска «Трактор» и «Авангард». Начинается третий, заключительный период. Счет на табло 2-1 в пользу «Трактора». Посмотрим, получится ли у омских ястребов отыграться. Счет на табло 2-1 в пользу «Трактор» и «Авангард». Победа в матче предлежит команде из Омска «Авангард». Ребята радуются. Пойдемте узнаем у тренера, что он думает по поводу сегодняшнего матча. Моменты были, выстояли, потерпели маленько и удачно сложилась серия булитов для нас. С помощью магии монтажа из своих быстрых ног мы переместились на матч ЦСКА «Спартак». ЦСКА ведет в одну шайбу, идет третий период, но, как мы знаем, это плей-офф. Итог может быть совершенно непредсказуемый. Заслуженно этот матч был одним из самых лучших за этот вечер. Но, к сожалению, у «Спартака» не получилось войти в историю и обыграть ЦСКА. Вот и определились все участники 1-4 финала плей-офф Кубка «Газпромнефти». А кто именно, можешь узнать в наших социальных сетях. Подписывайся и следи за новостями. А в комментариях можешь написать, за какую команду болел именно ты. Ну а мы с вами увидимся завтра.